Добрый день! Начинаем очередной вебинар из цикла вебинаров «Моя профессия – трейдер». И на конкретном примере весь апрель и май месяц будем рассматривать все положения торговых систем на примере одной торговой системы, по которой я торгую делал аналитику уже на протяжении более 8 лет. Эта торговая система содержит все необходимые правила для успешной торговли. Главным принципом торговой системы является принцип «торгуем в любом направлении с прибылью». Основные положения торговых систем вообще наиболее профитных я озвучивал на предыдущих вебинарах. Но для лучшей конкретизации торговых систем я решил собственную торговую систему рассмотреть именно как специальные вебинары. По ней можно проводить и аналитику, и успешно торговать. Это на примере такой странной пары, как фунт «Новозеландский доллар». Я закрывал эту сделку сегодня утром. На мониторе эта сделка выглядит как локальные экстремумы «лоу». Самая низкая цена за всю историю торговли этой парой. То есть я понадеялся на улучшение экономической ситуации. Открыл эту сделку на покупку. И зафиксировал ее сегодня утром при небольшом убытке. То есть это локальный «лоу» за всю историю. Вход был не очень удачным. И видно, что сделка закрыта с минимальными убытками. Аналитическая торговая система подсказала мне то, что это еще не аптренд. Хотя налицо все показания на то, что пара будет расти. Это повышенный спрос на пару английский фунт, американский доллар. И минимальная цена за всю историю этого инструмента. То есть все показания, беглая аналитика, даже без применения индикаторов, говорила о том, что в принципе нормальный ценовой уровень для пары ГПБ и НСД и разница примерно 8000 пунктов. Это с декабря 1997 года. То есть при анализе текущей ситуации по выбранному финансовому инструменту были проанализированы ценовые уровни, повторение многократное локальных экстримумов по минимальной цене, последующий отскок и вновь пара сформировала локальный экстримум как низшая цена «лоу». Все индикаторы говорят о том, что этот финансовый инструмент находится в зоне перепроданности. Судя по мощности новозеландской экономики и английской экономики, можно сказать то, что фунт сливают против экзотики намеренно. То есть в дальнейшем, возможно, где-то в июне, в июле фунт начнет усиленный рост, потому что это видно по паре фунт-доллар. Таким образом, эта пара при больших свобовых позициях все равно благоприятна к покупке. Но в связи с тем, что фунт пошел еще на следующую коррекцию против новозеландца, я эту сделку закрыл. То есть для того, чтобы психологически торговать более устойчиво и уверенно, трейдер иногда принимает решение о произвольном закрытии сделки. Видно, что фунт вырос против американского доллара. Экономика гораздо мощнее, чем новозеландская экономика. Но против новозеландцев фунт падает. То есть это специально Центробанк заливает рынок, продает фунт. В то же самое время поставки натуральным продуктам, технологии, продукты питания, сырье и так далее из Новой Зеландии ограничены. То есть это просто спекулятивные позиции крупных игроков против новозеландского доллара. То есть избыточная масса новозеландца в рынке, продажа фунта, покупка новозеландца может привести к повышенной инфляции. То есть Центробанк Новой Зеландии будет вынужден совершать вливание в экономику. И в то же самое время новозеландец практически спросом не пользуется, потому что это именно внутренняя валюта. То есть решение по аналитике правильное, закрытие позиции произведено вручную, не далее как сегодня. И таким образом я просто ожидаю благоприятного момента для того, чтобы вновь открыть позицию на покупку. Свопы, конечно, здесь большие, не очень удобные свопы. Это видно в терминале. Своповая позиция за полную торговую неделю. Открытие было 1 апреля. Закрытие 8 апреля. Набежала на 0,1 лота 6 доллара 82 цента. Закрыл я позицию максимально близко к хай цены. Рынок пошел на разворот. То есть видно, что здесь систематическое сливание английского фунда против новозеландского доллара. То есть аналитическая система позволяет не только успешно торговать, но и проводить хороший достоверный анализ. После анализа, то есть экономики, положения стран в мировой экономике совершенно произвольно принимается решение об открытии или закрытии сделки. То есть я ожидаю, поскольку здесь двойное дно образовалось, простой графический анализ. Ценовой рейндж сократился. Значит возможно движение вверх или вниз. Вниз ограничено минимальным локальным экстримумом, минимальная цена за всю историю торговли этим инструментом. Исторически цена сложилась в районе 1,26 в благоприятный период. Сейчас экономики выходят из кризиса. Соответственно я предполагаю, что фунт против новозеландца будет расти. Спред конечно очень большой. Притом спред иногда схлопывается, можно получить реквоты. Но тем не менее с точки зрения глобального анализа фундаментального эта пара интересна к покупке. Возможно в ближайшем будущем откроется перспектива для приобретения фунта снова против новозеландца. Таким образом основное положение торговой системы торгуем с прибылью в любом направлении. Было соблюдено. то есть как сеансы всех вебинаров эти последние два месяца апрель май я буду рассматривать сделки по торговой системе именно по своей торговой системе проводить анализ кратким кстати сегодня аналитику я выложил на форекс эйси с ней можно ознакомиться на сайте я конкретно отметил позиции по которым я принципиально сейчас не работаю жду на продажу евро на продажу на коррекцию ожидаю доллар по продуктовым продовольственным контрактам я пока не работаю в связи с тем что из-за того что складские товарные запасы превышают спрос улучшается экспортная операция на рынке по сахару позиция очень неустойчивая избыточное предложение соответственно продовольственная группа всегда рассматривается чисто в сезонных трендах при достижении того или иного ценового уровня и подтверждением фундаментальными данными это прогноз по погоде прогноз по урожаю трейдер принимает решение о совершении сделки то есть аналитика проводит со мной также по этой дороговой системе с ней можно ознакомиться на сайте форекс и си все прогнозы исследование рынка говорит о том что ситуация экономическая не улучшилась в частности по еврозоне это краткий анализ фундаментальных данных чисто по еврозоне снижение уровня производительности по всей по германии по всей еврозоне увеличение безработицы снижение торгового баланса снижение текущих счетов ецб согласие потребителей также находится в отрицательной зоне уровень безработицы достиг максимального значения за всю историю еврозон 12% и файнл гдп гроз доместик продакт валовый продукт находится при значениях минус 0,6% то есть вся еврозона из кризиса не смогла выбраться и в дальнейшем используя принципы торговой системы происходит анализ рынка по текущим ценовым уровням по уровням сопротивления 1 сопротивления 2 и уровнем поддержки по американскому рынку на основе аналитической торговой системы следующие данные выясняются что впервые за всю историю американского рынка произошло рассогласование стоимости индексов по отношению к составляющим то есть спред процентный прирост акций и прирост индекса сократился до минимальных значений за всю историю американского рынка это говорит о том что пошла глобализация ведущие предприятия имеют преимущество за счет того что меньше наемного персонала а акции третьего эшелона которые в основном то имеют низкую капитализацию не могут противостоять более крупным компаниям то по акциям третьего и второго эшелона так называемые акции я сейчас покажу группа индексов для сравнительного анализа снова придется перезагрузиться потому что сервис не тянет итак я переподключился меня слышно и видно сейчас ответьте в чат плюсиками очень хорошо и так вернемся к индексам и составлению и так вернемся к индексам и составлению составляющие индексы, то есть сейчас у вас на мониторе индекс S&P 500, видно, что раз за разом индекс делает хай цены, локальный экстремум, образовал зону поддержки в районе 15.35-15.40 и в тот же самый индекс так называемые 5-долларовые акции не достигают процентного соотношения роста S&P. Соответственно, это говорит о том, что акции первого эшелона S&P и акции, торгуемые на NASDAQ, опережают акции более мелких компаний. То есть единственное правильное решение, мини-сайз до USD 5, то есть 5-долларовые акции, это продажа индекса при беглом сравнительном анализе 500 S&P и акции третьего эшелона, говорит о том, что пришло время коррекции рынка, тем более наступает летнее время, период отпусков, и что в принципе рынки начнут корректироваться, последующие движения рынков будут известны. То есть даже при беглом анализе текущей ситуации по рынку, без применения всевозможных индикаторов, основываясь чисто на фундаментальных данных, что более крупные предприятия и компании имеют всегда преимущество, в том числе и за счет меньшего количества персонала, складских запасов товарных, мелкие предприятия, в частности имеющие низкую капитализацию и не имея возможности наращивания ни площадей производственных, ни складских запасов, они быстрее падают. То есть исторический хайп у S&P был достигнут несколько раз. Снова видно, что S&P разворачивается на рост, а акции пятидолларовые имеют более глубокое снижение. То есть для анализа в этом случае применяются равные таймфреймы, в частности здесь четырехчасовые графики. И в дальнейшем, с наступлением летнего периода, скорее всего, более глубокая коррекция произойдет по индексам именно третьего эшелона. В то же самое время, учитывая общее состояние дел до Джонс Евростоки, европейская экономика страдает от неликвида на складах, в том числе и Россия страдает от снижения покупательского спроса, увеличение количества безработных. То есть реально оборота капитала нет. В презентации уже было указано, вы видели, что счета ЕЦБ снижаются, свободные средства, уменьшается ликвидность, соответственно кредитные условия и условия по так называемым свободным владежам или текущим владежам затрудняются. То есть, скорее всего, в ближайшее время коррекция продолжится именно по индексам. В дальнейшем можно выбрать финансовые инструменты по торговой системе и работать с ними. Если до Джонс Евростокс по отношению к основному двигателю европейскому это ДАКС индекс состояние немецкой экономики при рассогласовании торгуемых акций. Эти акции торгуются по времени индексы, вернее. В индексы входят акции ведущих предприятий. В ДАКС Евростокс отражены все акции всех европейских стран или стран еврозоны. А это чисто немецкий индекс. С учетом 12% безработицы в еврозоне, уменьшение ликвидности на банковских счетах, снижение торгового баланса, безработица, по-моему, в Испании достигает 45%. Это все о том, что наступает время для продажи индексов. То есть, рынок скоро будет корректироваться. Если сравнить до Джонс 50 с теми же ведущими предприятиями по Насдаку то видно, что американские индексы выросли гораздо более высоко в процентном соотношении нежели чем до Джонс Евростокс. То есть, исторический хай был достигнут и на Насдаке, и на СНП. Недавно был протестирован два или три раза, затем новый исторический хай, локальный экстримум. В то же самое время до Джонс Евростокс находится примерно от до кризисного состояния и дна по рынку в самый разгар кризиса примерно в 50% коррекции. То есть, европейские рынки, европейские производители все еще не выбрались из кризиса и американский рынок в этом случае более успешно восстановился нежели чем страны, еврозоны. И на основе этих данных при последующем росте американских индексов нужно все более активно готовиться к продаже европейских индексов. Это простой фундаментальный анализ, который подтверждается и данными индикаторов. таким образом основные положения торговой системы которая является одновременно и аналитической торговой системой и торговой системой как таковой. Можно производить текущий фундаментальный анализ и совершать сделки именно по рынку. Основной принцип, я еще раз повторюсь, торгую в любом направлении с прибылью. Это было видно на примере стейтмента. Основные понятия рассматриваются на конкретном инструменте. Для начала лучше всего брать, конечно, не множество инструментов, которые представлены в торговом терминале, а брать конкретно привычный инструмент, лучше всего брать инструмент, который очень хорошо расторговывается в любую из сессий. То есть, имеет некоторый рейндж цены, размах цены во время одной торговой сессии или торгового периода, пять торговых дней. Или имеет хорошие границы ценовые. В этом случае выясняется локальный экстремум цены. Вид цены, сформированный между локальными экстремумами, так называемый ценовой канал. Ценовой канал может находиться во флете перед изменением тренда или в трендовом состоянии. То есть, выход за ценовой канал. В этом случае, как я уже говорил, трейдер работает или внутри ценового канала, границы ценового канала, или на пробой, или отбой. То есть, если цена подходит к ценовому каналу снизу, может быть отбой вниз и коррекция. Обычно ценовой канал с первой попытки не проходится. При разворотной ситуации на рынке, то есть, выход из флета и образования тренда, большое значение имеют предыдущие ценовые уровни и стеризм рынка. То есть, прежний хай ценовой канал, как хай канал, так и лоу канал. На примере монитор сейчас я показываю. На примере любого из инструментов, ну, в частности, это инструмент S&P 500. График для анализа. Количество инструментов, которые я анализирую для открытия-закрытия позиции, представлены в обзоре рынка. Это порядка сорока пяти, может сорока инструментов. По одной и той же торговой системе, которая шаблоном устанавливается. Видны хорошо локальные экстремумы, лоу цены. Хай цены видны. Образование трендового канала и коррекционные каналы. Коррекционные каналы могут быть различной длительности. Но поскольку этот инструмент относится к одному из наиболее волатильных, я сейчас лучше переключусь на евро и USD. и продолжу. То есть, любой локальный экстримум определяется чисто визуально, без применения всяких индикаторов. Затем, длительность формирования наиболее привычного уровня цены, так называемая флетовая коррекционная зона, выход за пределы на пробой, повторение историческое, историзм цены, снова пробой вниз, возвращение, повторение, сопротивление, поддержка, вход в ценовой канал и дальнейшее движение. То есть, евро, скорее всего, будет иметь сопротивление. Следующие ценовые уровни, которые ограничены ценовым каналом. С учетом инфляции, я предполагаю максимальную цену примерно на уровне 1.33800. То есть, от этих уровней я буду выставлять ордера на продажу, поскольку экономическая ситуация по еврозоне ухудшается. Устанавливая торговую систему для подтверждения, то есть, то, что вы видели в экономическом обзоре, именно фундаментальные данные, которые анализируются в первую очередь. Трейдер затем принимает торговое решение. То есть, быть в рынке или быть вне рынка. Ну, наверное, сейчас не очень удобно, потому что я сейчас приду на более темный шаблон. Более спокойно для восприятия. То есть, здесь мы имеем на историзме рынка локальный экстримум хай и локальный экстримум лоу. Выход за торговый диапазон, возвращение, тестирование, затем рост вверх. Соответственно, евро вошла в устойчивый ценовой коридор, так называемая флетовая зона. С учетом того, что безработица повысилась, торговый баланс снизился, свободные средства, так называемый баланс ЕЦБ, также понижается, наблюдается снижение ликвидности по еврозоне, падение покупательного спроса, это по согласию потребителей, и ухудшение экономических связей именно внутри еврозоны. Тем более, недавний кипрский кризис это и подтвердил. Значит, успешно работающая торговая система всегда имеет в основе фундаментальные данные, новостной режим и торговые правила, которые трейдер разрабатывает для торговой системы, это стоповые позиции выше и ниже ценового коридора во флетовой зоне, работа на пробой канала или работа внутри коррекционного канала. Расчет позиции управления капиталом с точки зрения риск-менеджмента, то есть сколько средств трейдер может вывести в рынок, обычно я признаю не более 25% отсчета, при этом любая позиция исходя из выше изложенных правил имеет стоповые, стоп-лоссы и тейк-профиты. Если стоп-лосс находится в соотношении к тейк-профиту меньше чем 1 к 2, то лучше всего не принимать решение об открытии позиции. Если соотношение стоп-лосса к тейк-профиту примерно 1,314, это хорошая позиция. То есть возможный стоп-лосс, скажем 100 пунктов, и возможно тейк-профит 400 пунктов. Это примерный расчет, на который ориентируется трейдер при открытии той или иной позиции. То есть это понятно. Если у вас возникают вопросы, прошу задавать чат. Так что если у вас возникают вопросы именно по теме вебинара, на примере конкретного рассмотрения торговой системы и открытия-закрытия сделок, все эти понятия были озвучены и подробно рассмотрены на предыдущих вебинарах. Но лучше вести не голословные вебинары, чисто говоря, а с демонстрацией торгового терминала, стейтмента и так далее. То есть каждую хорошо разработанную торговую систему отличают правила, которым трейдер всегда следует или старается следовать. То есть следует это выбирать нужные инструменты из числа доступных инструментов. При выборе инструмента всегда ориентируется на так называемые своповые условия, то есть условия переноса позиций через ночь. С учетом того, что перенос позиций через ночь, со среды на четверг, тройная своповая позиция, а также не торговые дни. Это суббота, воскресенье. То есть таким образом трейдер выбирает и таймфрейм для себя, основной таймфрейм, на котором он торгует, проводит аналитику и торгует. На основной принцип таймфрейма, вложенность таймфреймов так называемая, на больших таймфреймах анализируется ситуация по рынку, на меньших таймфреймах подбирается время для входа в рынок. Это может быть или Тихоокеанская сессия, учитываем своповую позицию, затем азиатская сессия при открытии австралийских рынков, европейская сессия, американская сессия. То есть если трейдер выбирает работу для себя внутри торгового периода, 5 торговых дней, то необходимо учитывать своповые позиции. Если трейдер работает интродейном, то он должен учитывать движение выбранного финансового инструмента на предыдущей сессии. И эта работа не требует так называемой поддерживающей маржи. И в этом отношении является более простой для работы. Основные понятия торговой системы должны всегда соблюдаться. То есть прежде всего трейдер анализирует фундаментальные данные. При открытом терминале исследуют локальные экстремумы цены, размах цены, движение внутри канала, сам ценовой канал, флетовый канал или трендовый канал и ближайшие ценовые уровни. То есть для открытия позиции или на покупку, или на продажу. На русском языке вы и потому не можете писать, что у вас скорее всего сейчас броузер опера работает. Лучше всего Google Chrome или Firefox. То есть торговую систему, на примере АТС Золотой Крест, аналитическая торговая система. Я буду рассматривать основные положения и правила торговой системы, по которой трейдер анализирует фундаментальные данные и совершает сделки. Поэтому прошу вас задавать вопросы в чат. На них я постараюсь ответить. Ну прежде всего я хочу на вопрос ответить. Если три раза повторяется сужающийся тренд на одноминутном графике, то серьезные трейдеры, ну по крайней мере, анализируют рынок на четырехчасовом графике. Сделки совершают открытие и закрытие позиции. Ну минимум на тридцатках. Редко кто на пятнашках открывает сделки. Соответственно, чем меньше таймфрейм у трейдера, и тем более если таймфрейм, на котором производятся все торговые операции, является минутный график, то таким образом сужение на одноминутном графике практически ни о чем не говорит. Если эти сужения приходятся как раз на открытие и закрытие сессий, то движения могут быть непредсказуемы. То есть стоп-лосс и тейк-профитом рынок может просто пробить и уйти. Почему? Потому что интродейщики, тем более кто торгует по сессиям, очень часто решение о закрытии и открытии позиции принимают на пике сессии. То есть в любой сессии всегда существует хай-лоу открытие-закрытие. То есть сессию можно рассматривать как один бар. То есть в азиатской тихоокеанской сессии будет два четырехчасовых бара или один восьмичасовый бар. Соответственно на протяжении этого бара именно после открытия рынка это примерно около четырех утрам обычно достигается или хай или лоу. То есть минутные графики это графики, на которых трейдер практически сгорает. Почему? Потому что более крупный таймфрейм, который может использовать в этом случае если анализировать на часовом графике а совершать сделки на минутках то часовой график имеет вложение вложенные таймфреймы 24 раза в суточный график. Соответственно сутки предыдущие вы не видите. И поэтому лучше всего работать ну хотя бы на пятнашках при анализе четырехчасового графика. То есть часовой график вам покажет и торговый период недельный движение внутри торгового периода то есть рейндж цены и состояние рынка флет или тренд. Поэтому чем меньше таймфрейм на котором трейдер совершает сделки тем больше вероятность потери депозита. Это понятно, да? то есть в любом случае для работы конкретной практической работы сейчас я покажу на примере евро USD то есть у меня открыт суточный график daily и часовой график по паре евро USD видно, что на суточном графике начинает формироваться внутренний бар увеличивая размер графики я вижу, что суточный график входит в коррекционную зону флетовая зона то соответственно от хай цены я могу открыться на продажу почему? правило 1 к 4 или 1 к 3 то есть стоп лосс в этом случае я поставлю по хай тейк профит при продаже поставлю по лоу но даже визуально видно, что такая позиция при открытии на продажу не совсем хороша по той простой причине что соотношение стоп лосса к тейк профиту примерно 1 к 1 то есть риск потерять средства и риск заработать средства находится примерно 50 на 50 или 1 к 1 значит решение об открытии позиции я принимаю позже тем более что на суточном графике формируется так называемый внутренний бар это бар который не превысил локальный экстремум предыдущего бара практически равные бары равные бары видны на истории здесь же на истории видны опять внутренние бары и активные продажи бары то есть если рассмотреть эту ситуацию именно на конкретном графике на суточном по паре евро и USD превышение бара не произошло то есть скорее всего движение это локальный экстрим хай может быть направлено вниз сформирована ценовая зона с многими внутренними барами то есть здесь находится зона поддержки таким образом просчитав позицию на текущий момент по открытию сделки на продажу что мы имеем хай цены 30 37 лоу цены до уровня поддержки по внутреннему бару 27 90 то есть возможность получить 3000 пунктов при стоп-лосе в пределах торговой зоны это примерно 40 пунктов то есть в случае открытия сделки на продажу при риск менеджменте и соотношении риска к профиту то есть лоса к профиту трейдер имеет хорошее соотношение для продажи по рынку при сокращении графика видно что цена входит в более длительный таймфрейм в котором происходили основные коррекции увеличение рейнджа цены локальной экстримумы хай и лоу цена только начинает входить значит в этой зоне скоплено очень большое количество ордеров они могут быть и стоп лосс и тейк профит и увеличены рейндж цены размах опять-таки в коррекционном канале то есть трейдер будет иметь очень много волнений неприятностей куда пойдет цена вверх вниз ничего неизвестно данные по еврозоне не очень благоприятны соответственно лучше подождать то есть если следующая сессия на часовом таймфрейме сейчас при открытии торговый день понедельник трейдер может принять решение именно вот по этим локальным экстримумам хай лоу работа на пробой то есть американская тихоокеанская и азиатская сессии покажут дальнейшее направление рынка при переключении на минутные графики лучше конечно иметь два графика перед собой по одному инструменту принимать торговые решения но здесь предположим четырехчасовые графики а здесь мы поставим пятиминутку или даже минутный график то есть один и тот же торговый инструмент евро и USD и различные таймфреймы значит вот вы говорили что наблюдается зажжение торгового диапазона в некоторой флетовой зоне соответственно это скорее всего разворот рынка или работа внутри торгового диапазона необходимо трейдеру дождаться выхода из торгового диапазона который четко обозначился но минутки я вообще не рассматриваю как торговый таймфрейм это например на минутках можно проработать во время новостей с увеличением позиций в том числе как способ подготовки трейдера к трейдингу именно к реальным торгам на пятерках уже видно что тренд понижающийся произошло отражение от нулевой линии по индикаторам сами индикаторы показывают на основном ценовом графике что наблюдается сужение и аллигатора свиф-аллигатора то есть это неблагоприятное время для открытия позиции то есть скорее всего до тихоокеанской азиатской сессии рынок будет двигаться во флете значит трейдер сам принимает все ответственно за совершение сделок он может работать внутри торгового диапазона торговый диапазон для этого таймфрейма ограничен 29.80 и 30.40 то есть 60 пунктов я бы скорее всего принял решение на открытие позиции на пробой этого торгового диапазона потому что время формирования коррекционного канала очень кратковременно тем более что движение на маленьких таймфреймах очень быстро то есть вы можете получить слепич можете не успеть поставить стоп лосс тейк профит а цена пробои коррекционного канала может уйти очень резко вверх то есть таймфреймы подбираются очень тщательно и в соответствующей кратности то есть если я работаю провожу аналитику на суточном графике вижу весь торговый диапазон предыдущий перехожу при составленном торговом плане на более меньший таймфрейм суток на четырех часовик индикаторы показывают неблагоприятную ситуацию при открытии позиции на пробой то при четырех часовом графике лучше всего открывать позицию на тридцатках или пятнадцати минутках то есть это будет наиболее достоверная грамотная работа для трейдера также видно что даже на тридцатках видны пробойные бары и затем возвращение опять таки в ценовой канал то есть на четверг часовике вид цены таков а на таймфрейме на котором трейдер решает открыть или закрыть позицию вид цены таков то есть эти все бары поместились в четырех часовую таймфрейм ну для дальнейшего анализа именно по системе графической торговли я могу сказать что если имеются большие пробоенные свечи затем планомерный слив вниз то есть это очень крупные игроки просто опускают пару евро и USD продают или закрывают собственные позиции готовятся к развороту на пробой зоны или фиксируют убытки то есть ситуация на рынке пока не определенная то есть открываться в этом случае лучше всего на пробой торгового диапазона который имеет размах 60 пунктов то есть при работе вниз это можно до следующего уровня поддержки получить примерно около 2000 пунктов а при работе вверх на покупку видим вновь понижающийся тренд это можно сказать пробой нисходящего тренда и попытка развить покупки то есть вот основная линия понижающегося тренда по евро и USD на четырехчасовике то есть на минутках можно попрактиковаться для того чтобы психологически в рынке укрепиться но в принципе такая торговля очень быстро может привести к сливу депозита этого я вам не советую делать давайте так в каждом вебинаре я пользуюсь языком трейдеров то есть тем языком которому на котором общается большинство трейдеров и привыкли к нему поэтому в рынок обычно так сказать привносить новые термины и понятия это нужно объяснить большому сообществу трейдеров что они означают то есть лучше пользоваться нормальным стандартным языком то есть например вот с точки зрения трейдинга непонятны вот вопросы две тонкие свечи скажу так значит тонкие свечи я называю их пробойными свечами которые обычно ограничивают локальные экстремумы цены локальные экстремумы цены это или high или low то есть каждая свеча или бар имеет локальный экстремум то есть каждая свеча может быть и локальным экстремумом и в том числе каждый таймфрейм может быть ограничен локальным экстремумом поэтому две тонкие свечи это скорее всего пробойные свечи а внутренние бары так называемые то есть формирование между двумя пробойными свечами внутренних баров которые не выходят за границу локальных экстремумов или имеют небольшой шум это локальные бары которые говорят о том что рынок готовится к развороту то есть если у вас была красная пробойная свеча затем сформировалась отлоу цены внутренняя свеча любого цвета или несколько свечей баров то скорее всего рынок развернется вверх в этом случае следует работать на больших таймфреймах именно по локальным экстремумам этих свечей работать или внутри свечи или на пробой торгового диапазона для того чтобы цена импульсно прошла любой из ценовых диапазонов необходимо чтобы этот диапазон сформировался то есть сформированный ценовой диапазон это обычно флэт в тренде ценовой диапазон всегда формируется наклонно флэтовый диапазон всегда формируется близко к горизонту или горизонтально поэтому графический анализ текущей ситуации на основе фундаментальных данных очень необходим это понятно да то есть сегодня на вебинаре мы рассмотрели практически и вид цены формирования локальных экстримов таймфреймы рейндж цены размах канала ценовой канал флэтовый или трендовый и ценовые уровни историзм рынка на которых цена в дальнейшем может остановиться на тот или иной период то есть опять таки получается таймфрейм то есть таймфрейм может формироваться и по цене рейндж цены размах цены ограничен локальными экстримами high или low и имеет длительность формирования чем длительнее формирование канала цены это всегда коррекционный канал тем более хорошим будет трендовое движение то есть это видно именно по поведению евро и USD потому как цена пробила флэтовый коррекционный канал и ушла вверх сформировала пробойные свечи и теперь по локальным экстримумам этих пробойных свечей формирует коррекционный канал флэтовую зону вы можете работать или внутри канала или на пробой то есть этот флэтовый канал на истории посмотрели подтвердилось является уровнем сопротивления поддержки то есть это понятие взаимозаменяемое это понятно да давайте сделаем пятиминутный перерывчик вы подготовьте вопросы еще 10 минут я на вопросы поотвечаю 15 минут потому что уже полтора часа вебинары идет и советую вот эти вот вебинары именно привязка правил торговых систем к определенной торговой системе и понимание их на конкретном примере то есть практическая опора приводит к тому что трейдер начинает понимать рынок более грамотно и терминологию трейдера и трейдинга необходимо изучать и пользоваться именно той терминологией которая наиболее принята в среде трейдеров то есть сделаем перерыв небольшой и я жду от вас вопросы ну понятие о свечах пробойных я уже сформулировал Вилл Эндрюс это совершенно конкретный программный аппарат индикатор так называемый для анализа рынка поэтому понятие Виллы Эндрюса поищите в интернете и поищите графический анализ финансовых рынков есть такая книга или паттерны образуемые ценой на рынке то есть графический анализ две тонкие свечи непонятно о чем речь идет а пробойные свечи или бары которые могут быть красными и зелеными это уже понятно то есть бары на продажу и бары на покупку внутренние бары это все одно понятие пробойные бары и внутренние бары пробойные бары и внутренние бары могут образоваться как во флетовом ценовом канале так и в трендовом ценовом канале таким образом если вопросов больше нет благодарю за внимание успехов в торговле всего хорошего